У него при этом давление стабильное, даже когда он шевелится. Я смотрю уже в течение 10 минут. Всего лишь от одного укуса комара, поражение органов, сильное кровотечение, сыпь, температура и кома. Герасим Григорьев несколько лет живет на острове Пхукет в районе залива Чалонг. Около 10 дней назад его укусил комар желтолихорадочный. Потом он уже был не в состоянии отвечать на смс и звонки от родственников. Мужчину госпитализировали. Позже выяснилось, что у него лихорадка Денге. Причем самая опасная форма болезни – геморрагическая. В случае летальности – 50%. Сейчас он лежит в госпитале на острове Пхукет. 15 марта еще вечером ему стало плохо, но скорую вызвали только 16-го. И, как говорят врачи, Герасим в больницу поступил уже без давления. Лихорадка Денгель – так называемая финиковая болезнь – часто встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Два года назад Герасим уже перенес эту болезнь на ногах. Проблема в том, что в этот раз он не успел продлить страховку. Поэтому все расходы на лечение, а они не маленькие, приходится оплачивать семье. Только в первый день лечения вместе с анализами вышло около 200 тысяч рублей. Сегодня врачи сообщили, что у мужчины заработали почки, но делать какие-то прогнозы они не торопятся. Таиландцам может быть выгодным таких больных держать у себя и давать им ровно так, чтобы они были в состоянии поддерживать жизнеспособность, но не лечить. Накапливается долг, и они сказали, что они его не выпустят из страны, пока он не перекроет. Тайскими врачами было решено назначить гемодиализ для лечения почечной недостаточности. Друзьям Герасима они говорят, что парень проведет в больнице как минимум неделю. При этом только один день пребывания в госпитале обходится в 150 тысяч рублей. Родственники взяли кредит. Частично удалось заплатить долг в 200 тысяч тайских батов. Это больше 350 тысяч рублей. Сегодня мама Герасима вылетает в Хукет. Оттуда сразу поедет в госпиталь к сыну. Она надеется, что друзья Герасима и просто неравнодушные люди не оставят своего соотечественника в беде. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.